Осторожно, гололедеца. В регионе обвешенный оранжевый уровень небеспеки и умовы на дворье значительно ускладнили громадское жизнь, работу службам ЖКГ, ДАИ и медикам. Сейчас все они работают в возможном режиме. Про ситуацию в Гомеле расскажет Ганна Корольчук. Еще с минулого дня все социальные сетки и мессенджеры наполнились попереджениями про мощную гололедецу. Так званный ледяный дождь за ночь перетворил Гомелю социальный каток и выкликал шмат неприемностей. С полночи до девяти ранец и Держа-Аутоинспекция зафиксовала 32 дорожно-транспортные здоровья. Для поравнания десятого снежня за аналогичный период было пять. На шасси УДТЗ потерпели только механичные транспортные сродки. Водители и пассажиры целые. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать крайних мер осторожности. Водителям рекомендуем отказаться от управления личным транспортным средством, воспользоваться общественным в случае необходимости, ни в коем случае не садиться за руль транспортного средства, в котором не заменены летние шины на зимние, придерживаться необходимо зимнего стиля вождения, отказаться от резких торможений, плавно трогаться, ни в коем случае не совершать обгон, соблюдать безопасную скорость, дистанцию и интервал боковой. Пешеходам также рекомендуем быть предельно внимательными ввиду обледенения тротуаров, постараться аккуратно выходить на проезжую часть, предварительно убедившись в том, что водители вас заметили и остановились. Только после этого начинать переход проезжей части дороги. Прослуховывающийся до парада и инстинкту самозахования, многие горожане сегодня вы решили не садиться за руль, а скористаться послухами такси. Однако ранец и обычный тариф за поездку вырос в четыре раза, а чекать подачу авто требовало около 20 минут. Такий вариант подходил далеко не всем. У вынеку успешка и неуважливость вылилась в великую количество падений и травмов. До обеда только в Гомельскую городскую больницу худкой медицинской допомоги звернулось около 80 человек. С пяти часов утра, точнее, если быть, начался поток пациентов, пострадавших, при гололюди. Ну, все люди выходят на работу с утра, идут, не особо смотрят по сторонам, но, к сожалению, этот ледяной дождь, который сегодня у нас произошел, дал нам кучу проблем, кучу работы. На данный момент уже обслужена, часть госпитализирована, часть обслужена амбулаторно, более 80 пациентов, и поток не прекращается, поэтому пока что работа идет на полную. Возможно, такая еще работа будет длиться на выходных, посмотрим. Послезнулся, упал гипс. Крылатая фраза советской комедии «Сегодня гучить за всем не смешно». У таких складанных за эпидемичной обстановки часу врачи просить у всех быть вельми осторожными и не додавать им работы, выбирать обуток без обцасов, а ли на рельефной подышве. Обыходьте в месте с нахилами, не тримайте руки в кишенях, как балансовать. Перасовывайтесь, повольно слезгиво, при падении сгруппуйтеся, как смягчить удар. Не спробуйте выротовать речи, ратуйтесь обе, поднимайтесь аккуратно, просите до помощи. Коммунальные службы в несприяльной обстановке ведали еще учора. Больше за 21-й к технике в 8-й вечера приступили до опрацовки в улиц, а ли это не дало належного эффекту. Так как ночью шел дождь, можно сказать, ледяной, не везде должен эффект получился. Люди продолжали работать, потом выходили с 5 часов, также техника и кожурупы, понятно, где-то, может, не совсем сработали оперативно. Дождь закончился только под утро, поэтому и сейчас работы продолжаются. Было привлечено, где израсходовано порядка 720 тонн песка соляной в целом по городу. Зараз на улицах Гомеля працует больше за 400 дворников. Так само дадут на указания предприемствам и администрациям районов терминово провести уборку замоцеванных территорий. По технологии, после опрацовки пяшчана соляной сумесью, потребен час для ее изденья. После чего поверхность нужно очистить. Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».